ТОСовцы участвуют в работе административных комиссий, в рейдах народных дружин, в обсуждении бюджетов поселений, посещают неблагополучные семьи, занимаются благоустройством своих микрорайонов и сел. И участвуют в крывом конкурсе ЗСК. Из 66 советов ТОС города Сочи лучшими названы Солоняки, Малахон и ТОС села Красная Вуля. Победители получили денежное вознаграждение в размере 500 тысяч за второе место 300 и 200 тысяч за третье место. Эти деньги мы направим на благоустройство детских площадок, освещение, ремонт дорог, которые нам срочным образом нужно отремонтировать к летнему сезону. Я считаю, что это для всего района. Честно говоря, это первая премия на наш район за время существования ТОСа. Я считаю, что мы неплохо поработали, достигли этого. Я очень рад, горд. Эта вся сумма будет потрачена полностью на благоустройство детской площадки, которая находится в центре нашего села. Мы следуем лозунгу «все лучшее детям». Поэтому не будем отклоняться от этой главной нашей линии. Все, что мы делаем, это делаем мы для детей. В этом году по решению законодательного собрания края будет увеличен призовой фонд и уже будут выбирать из Сочи четыре лучших совета ТОС, а не три, как прежде. По поводу Сочи, прекрасный опыт взаимодействия ТОСов с властью, во-первых, потому что глава поддерживает многие инициативы. И мне понравились учрежденные даже награды ТОСовцам. А на выставке специально организованной фойе театра Анапы все участники совещания могли познакомиться с деятельностью ТОСов победителей. Были представлены не только отдельные фотоработы, но и целые альбомы с хроникой. Елена Овсецна, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.